Такими уж молодыми, да, вот того же Джигера, наверное, можно полноценно назвать тем же неопытным футболистом. Ну да, который не так давно, в принципе, забил свой первый гол на высшем уровне. Момент у Сигневича, и у нас счет открыт, 1-0. Николай Сигневич открывает счет в этом матче, 22-ая минута у нас на секундомере. Ну, Миша, твой выход, как эксперта, провалились в центре, не досмотрели Сигневича. Ну, очень просто забил гол Бате, абсолютно простая подача, и только один защитник находился даже не рядом с Сигневичем, даже, наверное, никого не было. Коля просто принял мяч и спокойно отправил его в ворота. Ну, провалился, да, наверное, один из центральных защитников просто не успел. Второй гол забивает Николай Сигневич в чемпионат. И как мы начинали, и как мы комментировали, и как все за это время поменялось, это, не знаю, настолько необычно. Прогресс в этой команде, я имею в виду, Крумкатши, настолько быстрый. У нас 2-0. Пока Миша рассказывал о прогрессе Крумкатшоу за пределами поля, немножко Крумкатши подсели на газоне стадиона Комводчик, уже 0-2. Подача с углового, и... Если не ошибаюсь, это Сигневич был. Да, и Сигневич оформляет дубль, со второго этажа забивает Николай. Ну вот, видишь, Сигневич, ну, не сказать, чтобы поливали-поливали, там, на протяжении какого-то времени до этого матча, он берет, оформляет дубль. И причем, два разных гола весь получилось. Да, очень разных гол, но, тем не менее, хочется сказать, что непонятно. Синхронно, как Лёлик и Болик выходят границам технической зоны, и в унисон что-то пытаются докричаться до своих подопечных. Ух, завешкались, 3-0, Максим Володько, и... Голозащита у нас, все правильно. И давай подчеркнем то, что голевой пас будет записан на Николая Сигневича. Видишь, не только сам уже забивать, но и раздавать. Комбинация ведь здоровская получилась у Борисовчана. Да, отличная комбинация, и очень хорошо сыграл Коля, очень, так я скажу, интересно, пяткой отыграл, все в касании, все... Даже, даже мне кажется, что если бы эта передача не прошла, не исключено, что судья мог бы даже свистнуть в пенальти, потому что защитник достаточно грубо сыграл против него. Ну вот, Максим Володько доводит счет в нашу матч уже до разгромного. Кстати, Максим Володько был признан болельщиками БТ, лучшим в составе своей команды, как раз-таки в прошлом матче Бориса...